Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки Фэншуй. Говоря о жизни того или иного знака, нельзя забывать о том, что материальная часть жизни любого человека, под какой бы звездой он ни родился, тоже занимает ведущую роль. Близнецы в этом плане не исключены. И вот сейчас мы поговорим о том, где может заработать наш близнец, какой у него рисунок судьбы и где бы ему было бы лучше себя поискать, как сказать, для заработка. Ну, что я вам могу сказать. Близнец исключительно парень способный, не только парень, но и девица. То есть все, кто родился под знаком близнеца, люди, поцелованные боком, имеют быстрый, острый ум. И, казалось бы, все у них должно получаться. Но подскальзываются, как правило, многие представители этого знака на двух банановых корнях. Первое. У них по пути движения к цели могут возникнуть мысли о том, что это все бесполезно. И в этот момент они умудряются дело бросить на самотек. Вот этот их фатализм практически любое самое перспективное дело может довести до краха. Я вам очень рекомендую. Как бы вам не казалось трудно, как бы вам не казалось это безнадежным, продолжайте свои движения. Вам свойственен этот фатализм. Понимаете, это русская рулетка. Вот сейчас поднесу к виску, выстрелит, не выстрелит, будет, не будет. Пусть идет, как идет. Вот это не для вас, дорогие мои близнецы. Обязательно бросьте это и забудьте. И самое главное, когда у вас 10 планов одновременно вы пытаетесь освоить, предпочтите, пожалуйста, один и доведите до конца. Если вот вы сейчас поняли, о чем я говорю, то, в принципе, любое дело вам по плечу. А мы сейчас вам продолжим более подробную характеристику. Считается, дорогие мои друзья, что знак близнецов, это знак предпринимателей и бизнесменов. И это абсолютно правильно. Но, во-первых, представьте себе острый ум, творческая оживка, креативный подход к любому вопросу. И вот к этому всему букету счастья нехватка упорства. Многие подскальзываются, вот мы с этого начали, и есть смысл еще раз вам упомянуть, что многие подскальзываются именно потому, что им не хватает упорства довести дело до конца. Или их могут поманить параллельно, неожиданно, какие-то новые цели, когда, собственно говоря, человек вместо того, чтобы продолжать упорно трудиться над вопросом, начинает ответвляться, вкладывает в дальний ящик, потом уже не возвращается или он уже глубоко проиграл. Если вы ко всему своему арсеналу великолепных качеств еще научитесь заниматься одним делом, заниматься всерьез, перед вами открываются огромные горизонты. Во-первых, близнецы, как никто другой, быстро приобретают умения и навыки. То, чем они интересуются и начинают заниматься, они это доводят в этом плане до совершенства. Я у них напоминаю, они очень эрудированные, очень быстро соображают, при таких богатствах вы должны быть исключительно богаты. И достаточно крупных бизнесменов среди близнецов, но они заставили себя заниматься одним делом, они десятью одновременно, и самое главное, доводят его до конца. Запомните это раз и навсегда. Близнецам не стоит забывать, что они дети Меркурия. А Меркурий у нас оратор и торговец. Поэтому, соответственно, если вы уж по каким-то причинам не хотите быть бизнесменом, хотя и поищите в себе эти качества, наверняка они у вас там прикрыты пылью за ненадобностью, вы должны быть в этом весьма способны. Если уж нет, ищите себя там, где у вас есть аудитория. Из близнецов, получается, прекрасные работники СМИ, журналисты из них выходят великолепные. Вообще у них есть некоторое пристрастие к литературным трудам. Это им дано от природы. Вы вообще можете смело себя, ну уж не хотите быть писателем, бога ради. Но красиво и красноречиво говорить, там, где это ценится как качество, можете использовать. Итак, вы можете быть журналистом, можете работать на телевидении, можете работать в торговле. В торговле тут вам и Меркурий в руку. Можете открыть рекламное агентство, у вас это должно получаться. То есть там, где надо увлечь человека своим проектом, вы вполне можете попробовать свои силы. У вас там есть, собственно, потенциал убеждать людей в собственной правоте. Поэтому там, где надо ораторствовать, рекламировать и продвигать собственный товар, общаться с людьми, выступать по телевидению, можете во всех этих сферах себя практиковать. Из близнецов выходят неплохие политики. Ну а то, что вы говоруны, каких мало, это тоже, в принципе, на многих профессиях очень почитается и очень нужно. Итак, что же приближает близнеца к богатству? Ну, соответственно, есть у близнецов одна интересная особенность. Они могут заниматься только тем делом, от которого получают удовольствие, где задействованы все природные качества. Я уже говорила, что рутинная монотонная работа у них совершенно не удается. Выглядит они на ней блекло. Да, и в глазах начальников считаются самыми нерадивыми работниками. Но зато они исключительно хороши в других вещах. Там, где надо часто менять места, то есть поэтому их очень правильно было бы отправлять в командировки. Они очень легко склонны к переездам и поездкам всякого рода. Прекрасно себя в этом чувствуют, получают новые впечатления. Им все время надо куда-то путешествовать, перемещаться и получать новые впечатления. Поэтому, думаю, это как раз для близнецов. Если их использовать в таких целях, то они там вполне будут успешны. Дорогие мои друзья, конечно, очень трудно подстраиваться близнецам под этот образ жизни. Не все начальники используют их по назначению, но приходится терпеть. Есть воспитанные и терпеливые близнецы, которых жизнь уже научила терпению, потому что они поняли, что прыганием дело не решишь. А есть близнецы, которые умудряются работать на двух и трех работах, причем получают удовольствие частично от каждой работы. Таким образом, у них возникает более-менее какой-то комфортный мир вокруг них. То есть для близнецов поработать в нескольких местах одновременно совершенно не проблема. Но оно и не удивительно. В женщине сидит пять женщин, в мужчине как минимум два мужчины. Ну почему же не поработать тогда хотя бы в пяти местах одновременно? Для близнеца это никакая не проблема. Теперь пройдемся по периодам. Люди, рожденные 22 мая и 6 июня включительно, это самые творческие близнецы из всех близнецов. Они с упоением занимаются работой, которую воспринимают в виде игры. Будучи даже взрослыми людьми, они продолжают играться. То есть пока им работа интересна, они делают это ее с удовольствием. Как только она им надоедает и становится скучным, мозг автоматически переключает их на другой вид деятельности. И к той работе они уже вернутся не в состоянии. Если эту работу вам назначило начальство, вам ее надо выполнить кровоизнос, уберите себя за волоси и заставляйте себя любой ценой. Вам это будет мучительно, вам будет казаться, что вы несете на себя тону цемента, но придется наступить на горло песни и себя составить. Если вы работаете на себя, вам в некотором смысле будет легче. Вы себе сразу монотонные работы, я знаю, не назначите, а будете заниматься творческой и интересной работой. Вот в этих сферах вы великолепно хороши. Люди, рожденные в этот период, очень тяжело занимаются монотонной работой, просто ее глубоко ненавидят. И умудряются испортить даже самую примитивную работу, если она монотонная и для них скучна, потому что не могут на нее просто настроиться. Причина всего того, что я вам рассказала, связана с тем, что у вас от природы не хватает энергии. И получается, что у вас монотонная работа просто высасывает, как вакуум, у вас внутри пустота. И для того, чтобы восстановиться, вы меняете рот деятельности. Зато для компенсации вам дан исключительный дар убеждения. Поэтому можете воспользоваться своим ораторским искусством и людям этого периода. Я, конечно, посоветую больше профессии, которые предполагают общение с людьми. Опять же, СМИ, опять же, рекламные агентства, опять же, торговля. Но там, где вы постоянно обмениваетесь с людьми фразами, где у вас все время происходит изменение людей, атмосферы вокруг, где все меняется и переменяется. Вот эти сферы деятельности для вас прекрасны. Литература, искусство, быть художниками, быть издательское дело, в конце концов. Все, что предполагает творческий подход, это для вас. Рутинная работа, она у вас не только, собственно, у вас не получается эта работа, как бы вы ни старались. Вы можете просто физически от нее заболеть. Она вас энергетически просто ликвидирует. Поэтому она вам и не показана. Больше смотрите на творческий. Следующий период, 7 июня, 21 июня. Люди, рожденные в этот период, как-то очень долго становятся на ноги. Во всяком случае, зарабатывать, понимать цену деньгам и иметь возможности заработать, у них приходит, в общем и целом, далеко за 20, где-то к 27-28 годам. Первую половину жизни они просто ищут себя. Их жизнь весьма беспокойная. Им кажется вообще, что они могут не сложиться. Не надо паниковать. Возьмите себя, пожалуйста, в руки. И по возможности сразу определите себе цели. Уж так случилось, что вы очень в этом плане как бы невезучи. И не можете себя найти практически до 30 лет. Ну а кому больше повезет, тот великий молодец. У кого есть, например, какая-то мечта с детства, желательно ее постараться реализовать. Скорее всего, причина всех вот этих неудач возникает из-за того, что вам не хватает выдержки. А когда не хватает выдержки, вы автоматически умудряетесь бросать дела. Из-за этого у вас там получается хаос. Руководствуя таким людям тоже нежелательно пускаться по той простой причине, что они не умеют держать дистанцию с подчиненными. И рано или поздно начинают с ними общаться как с приятелем. Подчиненные неправильно понимают действия своего шефа, начинают садиться на голову, устраивают панибратские отношения. То есть субординация в коллективе нарушена. Призвать их к ответу, близнецы не в состоянии. По многим причинам. Вероятно, их даже это несколько шокирует. Но как выйти из положения, они не особо понимают. Поэтому на руководящих постах выглядят весьма бледно, а в коллекте наступает просто бардак. Очень жаль. Ну, было бы плохо, если бы было плохо вообще. Конечно, природа подсластила. Люди этого периода прекрасно ладят с людьми. Вообще нет людей, которым они не подберут ключик. Это их великое свойство, великое качество. И они исключительно хороши, например, в юриспруденции. Из них выходят великолепные, например, адвокаты, что немаловажно. Посредники, то есть посредническая деятельность им весьма в руку. Они там своим красноречием далеко пойдут. Вообще им надо опираться на свои лучшие качества. И там, где нужно их ораторское искусство, они вполне могут быть успешны. Единственное, что могу напомнить, что люди этого периода боятся и не любят брать на себя ответственность. Это мало того, что даже в роли руководителя, почему у них бардак в коллективе, потому что они как бы не хотят нести ответственность и не могут призвать людей к ответственности. Поэтому в данном случае в роли руководителя им лучше и не быть. Это однозначно. А вот, например, уйти в торговлю, например, в ту же самую рекламу. То есть там, где нужно ваше воздействие на людей, вы же умеете ладить с людьми. Вот возведите это в ранг профессии, где вы будете зарабатывать деньги. Педагогика очень подходит этим людям. Издательство и литература. Вот, кажется, периоды разные, а профессии практически одни и те же. Вот, дорогие мои друзья, если вы человек творческий, вы должны себя искать в творческих профессиях. Дизайн любого свойства. Вы его не боитесь. Вы можете это легко и быстро себе представлять. У вас хорошо развита фантазия. Вот там, где вы сами себя можете определить, где бы вам хотелось работать. Прислушайтесь к самому себе. Подумайте, чего бы вы хотели. И развивайтесь в этом направлении. Если вам работа будет интересна, никто и лучше вас ее не сделает. Ну что ж, дорогие мои друзья, вы уже поняли, что вам нужна творческая профессия. И еще один момент. Вам желательно свободный график. Вы не в состоянии... В принципе, близнецы весьма универсальны. Они, если их жизнь вынудит, они могут быть какими угодно. Они мимикрируют в любой обстановке и легко себя, в принципе, комфортно чувствуют. Но это внешне легко и комфортно. Я вам сейчас рассказала, где бы вы сами пожелали и как бы вы пожелали работать. Свободный график для близнецов предпочтительнее. Они не любят, когда урезаны их свободы, когда для них уже построены мерки, по которым они должны жить, и графики, по которым они должны двигаться. Если надо, они будут ходить по графику, но счастливыми они не будут. Дорогие мои друзья, развивайтесь, будьте творческими, будьте успешными. А самое главное, это знак великих бизнесменов. С вами была Елена.